Китайские пирамиды Плюс интересы с детства к древней истории, в частности, к Атлантиде Меня подтолкнуло исследовать то, что находится рядом с моим родным городом Владивосток И в январе 2008 года у меня была первая поездка исследовательская в Китай, в город Сиань, в долину пирамид Потом в ноябре 2008 года была вторая уже такая экспедиция детальная со встречами с китайскими историками, археологами, музейными работниками Потом в 2012 году была уже тоже такая детальная, подробная экспедиция в Китай В этом году планирую четвертую, вот хотел в марте месяце, но коронавирус вносит правки в календарь Почему То есть интерес исходил из боснийского, да? Да, вот это открытие пирамидальных гор и пирамидальных сооружений необычной формы в Боснии Это послужило триггером для меня изучать эту тему более основательно А как китайские исследователи называют эти сооружения? Они свои сооружения, которые мы называем пирамидами, пирамидами не называют У них другая терминология используется Прежде всего это погребальные комплексы Почему комплексы? Потому что эта пирамида, она не стоит одна так в поле Это всегда восемь, а то и больше В некоторых комплексах там 30 пирамид встречаются И причем каждая пирамида это сам по себе такой уникальный мавзолей Поэтому одну пирамиду они называют мавзолеем А несколько таких мавзолеев они именуют комплексом Ну вот, допустим, погребальный комплекс императора Циншу Хуана Не являлся никакой пирамидой В чем отличие вот этих вот мавзолей? Циншу Хуанди – это величайший китайский император, который объединил Китай И он достаточно противоречивая фигура Его при жизни любили, боялись, ненавидели И вообще, как он ушел из жизни – это большой вопрос Либо своей смертью, либо ему помогли Но что досконально известно, что он глубоко интересовался И, так сказать, много об этом думал, переживал вопросами своей загробной жизни Это китайские историки той древней поры это описывали И еще при его жизни началось строительство погребального комплекса В пригороде современного города Сиане Это пирамидальный холм, искусственный пирамидальный холм Сейчас это очень отдаленно напоминает пирамиду Но 2200 лет назад, когда этот комплект был завершен Это была потрясающая по масштабам, потрясающей красоты Пирамида с усеченной вершиной, высотой более чем в 110 метров Длина основания была 360 метров Да, Циншухан, по-моему, умер в 210 году до нашей эры Да, да И эта пирамида, которую так минуют в интернете и в литературе Пирамида Циншухандии, либо гробница Циншухандии Она была величественной по объему строительного материала Она могла поспорить с пирамидой Хеопса Великая пирамида в Гизе При этом сам Циншухан, он не был похоронен там До сих пор неизвестно, где он похоронен По ряд китайских ученых считают, что он там был похоронен Но большинство исследователей и ученых, в том числе французских археологов, английских Считают, что нет Его там нет А в чем отличие китайских пирамид от похожих сооружений В том же Египте, о котором мы уже говорили В Мексике, Боснии Китайские пирамиды только условно похожи с пирамидами Египта, Мексики Либо с другими странами Везде есть свой собственный сценарий В Египте пирамиды в основном строили из камня Либо из обожженного кирпича В Перу пирамиды из обожженного кирпича Также из местных пород В Соединенных Штатах Америки есть тоже большое количество пирамидальных курганов Их строили из местной земли Тоже определенных видов кирпичей В Китае пирамиды Они сильно отличаются от египетских И вообще от всех остальных в мире Там уникальный сценарий Они все имеют усеченную вершину Абсолютно такую квадратную форму на вершине Они достаточно невысоки Самая высокая пирамида, если не брать Циншухуанди Пирамида комплекса Маулин Достигает высоты всего лишь 46 метров Но из-за того, что стороны основания китайских пирамид Очень большие Там 200 метров, 250 метров, 150 метров Они достаточно объемные, массивные И со стороны производят большое впечатление Плюс ко всему, эти китайские пирамиды Они построены из местного материала А местный материал, который везде валяется под ногами Это лес, который состоит из глиняных пород Из песчаных соединений Который невероятно прочен Если его, просто эту землю взять, раскрошить Потом ее плотно утрамбовать Это практически бетон Белая пирамида, что это такое? Так называемая легендарная белая пирамида Вокруг которой ходит очень много мифов Вызывает большое количество споров У путешественников, у независимых исследователей При этом сами китайцы, они ничего не знают Это исключительно западная такая тема И в России к ней тоже очень большой интерес Впервые об этой великой легендарной белой пирамиде Заговорили после Второй мировой войны Когда американский летчик Гюсман Увидел своего самолета Пирамидальное сооружение белой формы Была публикация в американских газетах В конце 40-х годах об этом И потом на несколько десятилетий Тема совершенно ушла Канула в лето И никто не обсуждал Я, кстати, расскажу вам историю Как он мог ее увидеть Этот американский летчик Дело в том, что Американцы летали бомбить Японию В том числе Токио С аэродромов на Сайпане и Тиньяне Кстати, оттуда с Тиньяне взлетал Б-52 Который кидал атомные бомбы на Хиросиму, на Нагасаки Но приземлялись они в Китае Потому что назад у них не было возможности вернуться Приземлялись они как раз вот там В Гаминдановском Китае Интересно Интересно И в 90-х годах, когда стал появляться интернет И мир стал более Из-за глобализации более единым Этот вопрос опять возник на повестке среди журналистов Среди исследователей И тогда начали говорить о пирамидах Китая С самого конца 90-х годов Потом в нулевых годах Эта тема развивалась Но была масса мифов Что это огромное 500-метровое сооружение На котором находится где-то около Сиане При этом точно никто месторасположение не указывал Ну и в ходе своих экспедиционных поездок в Сиане, в Китай Я задался целью Собственно, ну, понять, найти ее И правда это либо вымысел Если это легендарная белая пирамида, либо ее нет Был готов к любым открытиям И чем я руководствовался Прежде всего Это запискам австралийских путешественников И бизнесменов Которые в 1912 году Были провинции Шэньси В окрестностях Сиане Они там везде ходили Видели пирамиды династии Западная Хань Которых около 300 вокруг Сиане И отойдя дальше На порядка 100 километров от Сиане на север Они увидели огромную гору Пирамидальную гору И спросили у монахов местного буддийского монастыря Что это И монахи буддийского монастыря Сказали, что это очень древнее сооружение Каменное Которое в их летописях уже значится как древнее Вот это австралийцы написали в своих дневниках И, собственно, все И больше мы таких каких-то документов Исторических по этой пирамиде не имеем Отправился я, значит, на эту местность Это гора Лианшань Это белая пирамида? Да, гора Лианшань официально она называется Которая, по моим предположениям осторожным Может именоваться белой пирамидой Почему осторожным? Потому что, если так посмотреть объективно Да, это такая пирамидальная гора Которая со всех сторон вымощена большими белыми плитами Эрозия, время, человеческая деятельность Тоже отложила свой отпечаток На этой пирамиде горе И везде, где появились провалы, обвалы Появились неровности И видно, что за этими белыми монолитами Не находятся какой-либо скалы, каких-либо камней Там находится эта вот глиняная порода Лесовая глиняная порода И я предположил, что это был насыпной холм Либо это был естественный холм Которому придали пирамидальную форму А потом все стороны его еще мастили Этими белыми огромными плитами Каменными плитами Но вы говорили, что встречались с китайскими исследователями Да Археологами А что они говорят по этому поводу? Ведутся ли там из раскопки? Китайские археологи, историки Они занимаются раскопками только Пирамидальных комплексов и мавзолеев В династии Западная Хань Которая находится в ближайшем пригороде Сиане Там раскопки с каждым годом усиливаются И развиваются А что касается Белой пирамиды Тире гора Лианшань Там раскопок не ведется Хотя там, что интересно Имеется гробница императора Это чин династии Тан Конца VII века нашей эры И эта гробница, она тоже не раскопана Вокруг пирамидальной горы Большое количество каменных статуй С эпохи династии Тан Но гробница у императора VII века Она не тронута Исследователи не собираются ее открывать Хотя по летописям там несметное количество богатств хранится С этим великим императором династии Тан И, собственно, все Это вполне допустимо Что в VII веке Когда уже перестали строить пирамидальные мавзолеи Просто древние китайцы Они обратились к более древнему легендарному сооружению Полузабытому в семье И решили своего великого императора Сделать ему спальницу там Так было в Египте Когда в некоторых пирамидах повторно устраивали захоронения Так было в Древней Персии, в Зюгаратах Так, в принципе, во всех культурах так встречалось Даже вот в Западной Европе Семейные склепы Там постоянно идет обновление захоронений И вполне возможно, что просто в династии Тан Взяли эту пирамидальную гору Где было что-то древнее Какое-то моментальное сооружение Сделали там, можно сказать, гробницу новодел А боснинская пирамида, с которой, собственно, и начался ваш интерес Имеет какое-то сходство с китайскими пирамиками? Да, я был в Боснии, в городе Висака Где как раз находится пирамида солнца Как ее назвал Семей Росманагич, первооткрыватель Сценарий похож Если вот смотреть, что это была естественная гора Которой древний человек, древняя цивилизация Ей придала пирамидальную форму То есть это такое полуискусственное сооружение Со спутниковых снимков Иногда возникает ощущение, что вот эти вот гигантские сооружения Пирамидальные, что в Латинской Америке, что в Африке Выстроены по какой-то определенной схеме Китайские пирамиды тоже вот такими иероглифами Планетарного масштаба выглядят или нет? Хороший, хороший вопрос И да, и нет Дело в том, что в китайце и сейчас, и в древности Они достаточно все следовали правилам Лунному календарю, особенно вот фэн-шуй И все, что связано с загробной жизнью, с загробным миром Там есть особые предписания фэн-шуя И эти пирамидальные комплексы, все мавзолеи, они находятся в долине реки Вэй И еще окружены притоками этой реки На таком вот плато некоторой возвышенности И по фэн-шуй там все просто идеально для создания и захоронений императоров Для того, чтобы их огромная жизнь проистекала в наилучших условиях Есть такая версия о том, что 40 тысяч лет назад, когда еще не было потопа всемирного Существовала некая такая планетарная цивилизация Могут иметь отношения пирамиды, которые вы исследуете, еще и к такой гипотезе? Да, могут иметь к этому отношения Если особенно учесть тот факт, что в китайской мифологии говорится о том, что китайцы пришли с запада Запада Китая – это Тибет, это Индия, это современный Иран И их первый легендарный император Хуанди Он вообще спустился на огненные колесницы И принес и письменность, и другие там великие изобретения древнего мира Являются отцом китайской нации Это свидетельствует о том, что предки китайцев могли быть выходцами какой-то более древней цивилизации Которая очень-очень-очень давно погибла Ну вот, кстати, вопрос, который у меня сейчас возник, не связанный с этим списочком Гора Кайлас и пирамиды Кипр-Циншихуановские, они имеют какую-то взаимосвязь? Гора Кайлас, как известно, очень почитается в индуизме как гора вместо обители бога Шивы И она имеет такую грубую пирамидальную форму Можно так сказать, две стороны прям четко пирамидальные Посмотреть издалека Тут это больше имеет определенный символизм Что значит пирамида? Какой смысл она несет? Как она, пирамида, воздействует на окружающий мир, на человека? Тут стоит искать параллели в большей степени в каких-то смысловых, сакральных вещах Чем какую-то преемственность технологий Все же гора Кайлас — это гора, естественная гора Но священная при этом Раз уж пустились во всяческие гипотезы Тогда вопрос, а могли ли быть контакты у древних китайцев, древних тибетцев С космическими формами разума? Могли быть и не могли быть Доказательства не возможно Это то же самое, как и сейчас Есть ли сейчас или нет и сейчас Доказательства, ну вот нет Мне бы никогда не встречались То есть никаких либо артефактов И в документах, и в разговорах с китайскими коллегами Вы пока не имеете? Нет, таких нет Мы все? Так быстро? По этому поводу все Да, но может быть, что еще стоит сказать про пирамиды? Китайские там, они посмотрят сами в РНТВ Что... Сейчас, секунду Это же потом будет вырезано, да, эти пробелы? Конечно, конечно А вот почему в Китае до сих пор изучение пирамид находится начальная стадия? Нет, вы мне ответили на этот вопрос Что не начали сначала раскапывать те пирамиды, которые до нашей эры А то, что в нашей эре, вроде как нет Ну давайте, если есть еще Нет, нет, там, да Добавить, да Значит, почему тема китайских пирамид в Китае так мало... Почему тема китайских пирамид в Китае так мало освещена и мало исследуется Ну, прежде всего, да, в самом Китае не найти такой большой популярной книги по китайским пирамидам ее нет Существуют только научные труды, которые читают только сами китайские археологи Китайская культурная революция в 60-х годах Она оказала, отложила большой отпечаток на всей китайской исторической науке, на китайской археологии Вся память о древнем операторском Китае в течение почти 20 лет Она вычеркивалась из учебников Памятники археологии старины, они уничтожались, либо забывались И те стелы, древние стелы, которые были установлены при строительстве этих монументальных пирамидальных мазолейных комплексов Они либо были уничтожены, либо были все сметены и потом просто ушли в землю Вот их до сих пор китайские археологи раскапывают И только с конца 80-х, начала 90-х годов 20-го века Китайская историческая археологическая наука начала возрождаться И то во многом при помощи французских археологов-историков Потому что историческая традиция была потеряна за 60-е и 70-е годы И раскопки в долине пирамид вокруг Сиани начались только в самом конце 90-х годов И самый известный мавзолейный комплекс Хань Янлин, который находится в 10 километрах от Сиани Он наиболее исследован, практически полностью эта пирамида раскопана И там найдено невероятное количество драгоценностей терракотовых солдат И терракотовых всевозможных зверей, слуг, которые должны были служить императору в загробном мире И сейчас все пирамиды, пирамидальные комплексы, а их вокруг Сиани комплексов более 15 Они все уже взяты историческим институтом истории провинции Шэньси Там постепенно начинаются раскопки Но, как мне сами говорили китайские историки, что им нужно 200 лет для того, чтобы изучить все эти холмы и комплексы 200 лет Ну, 250 лет пирамиды там строили, а вот 200 лет необходимо, чтобы их изучить Ну, китайская цивилизация не мыслит такими категориями, как пятилетка или там план за 4 года Они мыслят именно поколениями, поэтому я вполне допускаю, что 200 лет это нормальный срок Да? Да Еще такой вопрос, связанный с нашим гипотетическим предположением о возможной какой-то планетарной цивилизации И в Приморье, и в ряде приморских стран Это Южная Корея, это Япония Похожие комплексы тоже пирамидального вида обнаружены под водой Вот у вас несколько предположений Может быть ли это как-то связано с этой традицией и природой пирамидального искусства в разных концах света? Да, да, тут есть параллели Подводное пирамидальное сооружение Ягануния на Окинава Так же, как и пирамиды Латинской Америки Пирамиды, причем есть подводные пирамиды, найденные около Юкатана На глубине 50-70 метров Это причем научно доказано Уже в документальных фильмах National Geographic это встречается Научные публикации есть Но чтобы исследовать все эти пирамиды Как подводные пирамиды около Юкатана Либо около Окинавы Необходимо значительное количество средств Там нужна и подводная аппаратура, и батискафы, и другие технические приспособления Да, если наземные разбирают по 200 лет Да, но коль есть подводные сооружения То это говорит о том, что когда-то была цивилизация Когда уровень океана был еще значительно ниже, на 100 метров ниже Либо были такие легендарные континенты, как Атлантида, Му, Лемурия Протоцивилизации, где по многим источникам был высокий уровень развитой технологии И, собственно, эта культура, эта традиция Она оставила отпечаток на Египте, на Латинской Америке Где началось пирамидостроение в разную эпоху И потом могло так передаваться от поколения в поколение Тут большой вопрос, на который все исследователи ищут ответ Собственно, что такое пирамида, почему сооружали пирамиды, для чего Что в этой форме есть такое необычное, загадочное, полезное Огромное количество теорий, десятки, сотни книг об этом написаны С лабораторией альтернативных исследователей в 2017 году мы были в Египте Проводили там эксперименты с различной аппаратурой Великой пирамиде, в пирамидах на плато Гиза, в Даршуре И то, что пирамиды очень сильно резонируют на определенный источник ультразвука Другие исследования говорят о том, что пирамида — это очень сложное сооружение И, скорее всего, оно выполняло несколько предназначений сразу Только ее древние пирамиды строили не для чего-то одного, а для нескольких целей А потом, наверное, эти истинные цели предназначения, для чего была построена Великая пирамида Все это забывалось, все было утеряно Только предания какие-то доносились, и пирамиды стали строиться как гробницы И в Египте ведь 118 пирамид И практически все они построены из щебня, какого-то камня неотесанного Каких-то непонятных кирпичей, можно сказать, из какого-то хлама И сейчас они практически все разрушены Но только семь пирамид каменных, огромных, которые стоят И до сих пор удивляют ученых, исследователей и архитекторов во всем мире — Китайские могут быть такими, так скажем, прото-пирамидами? — Вот если белая пирамида Будет подтвердиться теория, что действительно является пирамидой Либо таким гибридным пирамидальным сооружением То у этой пирамиды есть все шансы стать одной из древнейших и огромнейших — Да!